у меня появилась такая гейхера и я не пойму это гейхера или гейхерела уж слишком она велика большая лист смотрите вот как лист какой большой по-моему это мне дала Нина брусник вот такая красавица смотрите очень хорошенькая я потом покажу в другом месте немножко другой оттенок здесь полутень она имеет такой оттенок а там где солнышко она другой немножко цвет имеет здесь лаванда и шаловидный флокс но разве это не красота очень красивый цветочек ранний цветущий весенний цветущий шаловидный флокс все Шиловидный флокс Рядышком Брунера Смотрите, как хорошо Ветерочек Она колышется Там дальше тоже Шиловидный флокс Древовидный пион Первый цветочек у меня Уже цветет пятый день Такой хорошенький, правда? Листики мне нравятся, такие красноватые У меня он только второй год То есть это двадцать второй год Значит, в двадцать первом В двадцатом осенью я его посадила Буквально двадцать сантиметров В том году он дал бутончик Но бутон не расцвел Не было у него силы А в этом году такой цветок Я вам все время показывала белый арабис А это абриетта Цветочек поменьше Смотрите какой И листочек поменьше Вот это абриетта цветет Здесь у меня лафант Сейчас мы его так в сторону И покажем обриету Я вам каждый год показываю Свою фиалку сестринскую Здесь она у меня бордюрчиком Вот так, чтобы было понятно Бордюрчик А здесь роза плетистая Вот она Служит бордюрчиком Когда мы розу поливаем То водичку она удерживает Потому что у нее корешки Сейчас я покажу Если получится Вот посмотрите где корешочки Корешочки наверху Видите Узелочки такие И они задерживают воду Грунт не ссыпается на плиты Потому что мы же Подсыпаем розу Удобряем Подсыпаем И компостом И просто на зиму Можем укрывать Грунтом Соответственно Грунт повышается То фиалочка Как и красиво Но и как Очень практично Вместо бордюрчика А здесь зацвела ясколка Смотрите какая нежность Она еще не вся цветет Конечно же Но очень красивый цветочек Очень нежный Это почвопокровник Вот так я покажу вам Издалека Славный цветочек Потом конечно же Она обрезается И определенное время Она будет не очень приглядна Но потом восстанавливается Вот такая Вот такая хорошая И осколка Когда зацветет вся Я еще покажу вам Как она зацветет Полностью Этот шарик А здесь чудо из чудес Смолка Смолка Или лихнис Смотрите какой хороший цветочек Весной цветет Вот так Красивым розовым цветами Потом цветы Цветоносы потом убираются И остается такая зеленая Куртинка То есть Растение декоративно И весной И осенью До самой осени Стоит красивое растение И уходит с листиками Смолка Смолку или лихнис Я вам показала Здесь у меня камнеломка Уже зацветает Я вам показывала В прошлом видео Как она красиво цвела На смену камнеломки Зацветает Армерия Цветет Аквилегия Или водосбор А у нас Кажут еще Орлыки Девецкие гранюни Луки Луки Декоративный лук Он пониже ростом Где-то сантиметров 50 У него стрела Но он очень симпатичный Очень нежный Смотрите Какой красивый Соцветий А, пчелка полетела И здесь лучок Смотрите Очень воздушный Он прямо дуванчик Смотрите Как хорошо С розочкой дружит Розочки еще не цветут Конечно Но лучок уже Очень хороший И лаванда В этом году У меня лаванда Будет Лохматая Я ее не обрезала Коротко Ну, как уже будет Хорошая лаванда Зелененькая Здесь тоже Армерия Армерия Вот такая Красавушка И такая же Гехера Как я говорю Может это Гехерела Вот очень она Большая Смотрите Какая Здесь больше Солнышка Она имеет Немножко другой Оттенок Более бронзовый И уже цветочек Цветонос Пошел Набирают уже Колоски Астильба А там вот Такие цветоносые Высокие Это гехера Тоже За гехерой Цветет Аквилегия Или водосбор Вот это Сиреневый Луки Луки Цветут Продолжают Смотрите Как хороши Они Они конечно Уже заканчивают Но они еще Очень долго Будут декоративные Бледно-розовая Аквилегия Тоже Скоро Расцветет Вот так Смотрится Кустик Крупновесной Гортензии Здесь Гехера Другая Посмотрите Какая Тоже Красотка Тоже С цветоносами На гехере Как и на Хосте Можно Оставлять Цветоноса Можно удалять Это уже На желание А вот это Лук Шнит Это Съедобный Лук Он может быть И декоративным И съедобным Очень Красиво Цветет Я потом Покажу Смотрите Уже Понятно Правда Шапочки Такие Будут Крупненькие Вот там Вот там Тоже Лук Шнит Он очень Хорошо В супчике Смотрите Какое Тоненькое Перо Смотрите Какое Перо Я в сыром Виде Его не Употребляю А так На заморозку На зимние Ворщи Супы Очень Хорошо И летом Он тоже Все время Зеленый Лук Шнит Отсветет Я его Потом Обрежу Все Абсолютно Все Обрезаю И Отрастает Новая Зелень Очень Хороший Лучок Все Лето Будет У вас Вот Такая Зеленушка И Я Замораживаю Очень Удобно Замораживать А вот Здесь Он Лучше Распустился Посмотрите Это Еще Не Полностью Шарики Но Вот Эти Шарики Будут Они Еще Лучше Распустятся Хороший Лучок Шнит Это Многолетка